всем привет попробую кондиционер выключить а то говорят из-за этого плохой звук я думаю что из-за этого потому что раньше же нормально все было в общем сейчас пока жду у меня есть 20 минут я у школы стою созрела вроде бы созрела я сделать это видео постараюсь по поводу нашей учебы в школе михаила портнова скажу вам все честно многие из наших подписчиков нет не многие некоторые из наших подписчиков так правильнее сказать очень за нас переживали и переживают до сих пор и пишут нам такие комментарии с сожалением очень нас жалеют спасибо большое знаете переживают что мы потратили свои деньги мы потратили свое время а время сейчас на самом деле оно очень дорого вот спасибо что вы переживаете за нас за наши деньги за наше время вот мы с вами полностью согласны мы потратили очень много времени и очень много денег вот это во всем конечно михаил портнов финноват потому что знаете насчет денег вот потраченных вот все как люди знаете платили деньги за это обучение там а мы почему как не знаю как как не все мне вот неприятно например вот мы мы бесплатно учились вот все платят а нам позволил михаил бесплатно проучиться да вообще собственно обидно почему мы все платят деньги а мы не заплатили то есть у нас не было возможности михаил горит но приезжайте вы учитесь будете работать не сказал платите давайте как все вот ну тоже как-то да вот а насчет времени да ну вот время потраченное но мы с не не знаю конечно мы узнали много михаил во всем виноват что мы узнали много людей хороших там многому научились много слов на новых узнали английский подтянули знакомств хороших обрели в конце концов знания приобрели во всем михаил виноват честно не знаю прямо все учили нас там учили и мы-то думали мы придем а нас за ручку возьмут и отведут на работу понимаете мы тоже думали муж такие блогеры у нас там столько подписчиков аж 17000 там нет тогда было 16 но все равно мы такие блогеры вообще-то почему бы взять нас и за ручку не отвести вообще почему мы должны были ходить учиться правда взял бы вот и устроил баланс на работу обидно да вы правильно за нас переживаете некоторые подписчики да надо было михаилу просто из-за того что мы такие блогеры замечательные с таким ужасно большим количеством подписчиков и он еще нас не дал нам работу вообще да обидно взял бы отвел бы на собеседование и вообще учить заставляли вы представляете сидели там с утра до вечера иногда очень много оставались да ну конечно мы вечерами учились да но много еще приходилось учить вот нет бы просто да вот какой-то мы живем с силиконовой долине с кремниевой долине долине технологий нет муж давно придумали что-то такое отложишься спать да вот так вот на подушку и тебе раз так и все за ночь уложилась во всех вот так вот полочках ты встал такой раз уже тестировщик а тут приходилось учиться учиться тяжело времени много потратили мы обидно лично обидно вот денег так не взял с нас мы какие-то уже почувствовали себя какие-то не такие мы знаете уже какое-то к нам не очень отношение то потом время потратили ужас я не знаю вообще конечно во всем михаил портнов виноват он вот как вы переживали вот мошенник мошенник конечно машин денег не взял денег не взял на работу не устроил за учиться заставил а еще тем более на работу не отвел это вообще я не знаю на собеседование с нами не сидела не переводил вот виталик ходил ходил на собеседование почему михаил с ним не пошел вот мне тоже интересно обидно конечно да я с вами очень согласна вот например михаил взял на нас от за нас ответственность да как пишете вы и вот почему не сходил с виталиком везде на собеседование почему не переводил ему почему не говорил возьмите его они блогеры замечательные тоже неприятно знаете не ходил с нами нигде они с виталиком не ходил английский в конце концов такой который нужен прямо супер-пупер английский который чтобы пройти собеседование ну да наш английский позволял нам учиться мы все понимали практически все понимали учились складывали но чтобы работать в среде где нужно понимать разные акценты например вот я плохо понимаю из индии людей их акцент а там их очень много вот почему михаил мне не вложил вот это что я понимаю вот взял почему не научил английском такому что я могла понимать из индии людей индийцев индусов как некоторых называют и виталику вот почему не дал такой английский не вложил нам в голову во время учебы чтобы мы могли пройти собеседование и все так говорили технически чтобы прямо вот так нас взяли нет вот это вот этого мы не получили конечно михаил портнов во всем виноват то что мы не нашли работу это это только он и его учителя которые там да учили учили нас но не отвели не отвели была наверное возможность они могли бы взять и отвезти нас в одну фирму в другую возьмите вот этих вот блогеров то они же такие замечательные а мы правда замечательные да могли бы и вот в общем я с полностью с вами согласна и ответила на ваш вопрос почему мы не смогли найти работу потому что нас не отвели за ручку потому что мы не вложили нам в голову все эти знания потому что не сидели с нами вечером почему вечером не приходили не вкладывали и и это самое но домой на дом надо было тоже приходить это что это же полностью их ответственность конечно они должны все кто приходит к ним учиться конечно же они несут ответственность они просто обязаны должны всех пристроить просто всех кто бы хочет не учиться не хочет деньги заплатили а мы-то вообще никак все не заплатили все равно ничего не добились результата не довели до конца у правильно пишет не довели до конца нас вот а виталий когда ходил на собеседование так это вообще отдельная тема все одному приходилось все самому они брали на работу опыта мало здесь силиконовой долине в кремниевой долине такие специалисты нужны конечно виталик не мог там ответить тут отметить сходил несколько раз там сколько у него я не знаю собеседование было ну все а потом взял нашел другую работу по своей специальности конечно михаил виноват что виталик ходил искал искал работу а потом раз подвернулась другая и виталик ой ну что делать теперь вот учился учился старался старался не вложили сильно много а тут раз вот в голову то не вложили а тут раз новая работа подвернулась конечно же все не довел михаил не довел нас до конца за руть за ручку не отвел вот а виталик сейчас прозябает на кондиционерах виталик сейчас прозябает на кондиционерах я тут в общем как вы поняли учились мы бесплатно михаил с нас денег не взял предоставили нам обучение предоставили нас нам место в классе учителя с нами занимались причем даже занимались вне урочное время я лично приходила михаил сказал мне это уже серьезно я сейчас я лично приходила и занималась еще сверхурочно кроме того что я прошла уже я еще ходила и да получала эти знания но так наша жизнь сложилась и многие из вас знают уже об этом но для тех кто не знает и спрашивает и сочувствует нам очень сильно переживает за наши деньги за наше время то не надо переживать так сложилось сложились обстоятельства сложилась наша жизнь что вот виталик нашел время поиска работает тестировщиком нашел работу по кондиционерам то что он имеет и мы шли к тому и идем к тому и виталик начинает открывать свое дело и уже начинает работать на себя и знаете это это его вот люди часто бывают вот вот вы совершили ошибку потратили время потратили деньги да не потрачено во-первых деньги ладно уже повторилось не потрачено время а это все опыт это это бесценный опыт это знакомство с новыми людьми я не считаю это потраченным временем потому что я говорю мы даже английский потянули даже вот в этом отношении польза я группа знакомились михаилом с его учителями с другими нашими одноклассниками мы до сих пор с некоторыми общаемся и почему почему бы нет это это жизненный опыт и какое-то некое приключение но так сложилась жизнь что бывает вот знаете начинаешь чему-то учиться вот я тоже воспитана воспитателя четыре года отучилась я поработала там я не знаю сколько до декрета все потом уже когда я переехала мы переехали из тольятти в ярославль с сыном все я уже не работала мне это не мое вот как тут я скрипя сердцем вот показалось не мое не хочу я работать в этой сфере хотя я люблю детей все но как-то вот сама вот это вот система вещей вот это вот образовательная в россии мне просто вот она убивала это все показуха я перестала идти в этом направлении и также здесь виталик проучился он понял что это вообще не его вот он ходил на собеседование да у нас что-то надеялся и возможно если бы он нашел раньше работу в тестировании пошел по этой стезе но жизнь повернулась по-другому и и сейчас он видит это на пользу это было все что не делается все к лучшему то есть он год я не могу сидеть в офисе это вообще горит не мое я должен видеть результат своего труда я должен вот я не было кондиционера ли он был сломан а вот я его поставил я его отремонтировал я сделал я молодец я вижу результат своего труда и это мне приносит большое удовлетворение вот у виталик такой и я кстати такая же но я нашла себя в другом я нашла себя я я я вернулась к тому к чему стремилась это вернуться я начала основа пионерское служение это приносит мне огромное удовлетворение я подрабатываю я уже говорила о своем заработке там там где-то я что-то получаю какой-то заработок доход вот на основной добытчик у нас виталик я помогаю ему тоже приношу какой-то доход вот так что вот так наша жизнь сложилась нам нужно идти в этом направлении и михаил причем тут михаил спасибо ему большому очень благодарны или не перестанем говорить об этом в комментариях говорили отвечаем на эти комментарии и в личных сообщениях посоветуйте стоит не стоит вам решать вы смотрите готовы вы если у вас усидчивость если у вас предрасположенность к этому компьютером сидеть в офисе и выполнять какую-то монотонную работу это от вас зависит от вашего английского от вашего уровня до от многих качеств и от вашего упорства все кто хотел я вам точно говорю все кто хотел рано или поздно они все равно находили эту работу и нашли им и мои через из моих знакомых тоже есть такие люди и даже друзья есть которые нашли эту работу и соседи в общем это зависит от человека но если у нас так сложилось причем тут михаил причем тут наше время причем тут наши деньги считайте пожалуйста свои деньги свое время беспокойтесь о себе своей семье у нас все в порядке о нас беспокоиться и переживать не надо спасибо михаилу за этот бесценный опыт за то что он позволил нам отучиться бесплатно и не взял с нас денег и мы очень ему благодарны и будем всегда благодарны это это прекрасное время мы провели и опять повторюсь познакомились замечательными людьми и просто мы не жалеем все уже 14 минут наволтала сейчас девочка будет выходить все всем пока надеюсь ответила исчерпывающий на эти вопросы и на переживания людей все всем пока бай бай